На новых швейных машинах и автоматическом станке закрепочники теперь работают мастерицы добровольческой организации «Золотые руки Ангела» из Хабаровска. С октября они изготавливают в краевом центре пятиточечники, стропы и карманные носилки для участников СВО. Спрос на эти изделия большой, свободных рук для пошива пока хватает, а вот оборудование не доставало. Проблему решили предприниматели края, закупили и привезли швеям технику фабричного уровня, которая в разы ускоряет работу волонтеров. Одну из долгожданных доставок застали корреспонденты телеканала Хабаровск. На карманных носилках можно быстро перенести раненого солдата в безопасное место и оказать ему первую помощь. Такие изделия, а еще пятиточечники и стропы для участников спецоперации с октября прошлого года отшивают хабаровские волонтеры штаба «Золотые руки Ангела». Первое время мастерицы работали на своих домашних швейных машинках. Старая техника с задачей справлялась, но времени на это требовалось много. На бытовых машинках отшивать их было крайне сложно, особенно носилки, потому что очень тяжелая работа ручная, ручной труд практически 90%. На помощь волонтерам пришли предприниматели Хабаровского края. В начале мая они за свой счет закупили профессиональные швейные машины и передали их мастерицам «Золотых рук Ангела». Подарки на этом не закончились. Накануне в штаб поступил так называемый «закрепочник». Это современный станок-автомат, который стоит на рынке порядка 300 тысяч рублей. Его приобрела компания «Соник Транс», производитель баги для участников СВО. Это долгожданный наш закрепочник. Слов нет, потому что долго ждали. Вот, хотим тут быстренько вскрыть. Автоматический станок существенно сэкономит время и силы более чем 10 мастерицам, которые постоянно трудятся в этом штабе. Если до этого на бытовых машинках, вот тумбочки у нас сейчас стоят, мы делали часов 12, то на этом закрепочнике где-то примерно час. Ну, тоже сноровка нужна, но все равно вот такая разница. Порядка 30 предпринимателей региона сейчас поддерживают волонтерские организации, включая движение «Мы вместе». Бизнесмены закупают оборудование и материалы, предоставляют помещения для склада гуманитарной помощи. Я сегодня могу точно сказать, что предпринимательское сообщество и предпринимательский сегмент, он готов включаться как раз-таки в благотворительные деяния, в созидание каких-то и реализацию добровольческих инициатив. Поэтому все, кто обращается сегодня в органы власти, либо напрямую в сектор бизнеса, находят отклик. Яна Коробицына, Мария Шулешко, Ольга Власова, Смотри Хабаровск.